Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Ливер Фазлива. И сегодня мы расскажем, как мужчина на глазах своей сестры воткнул нож в грудную клетку своей сожительницы. Я бы с вывести зарезал, Анатолий. Вот так взял просто его. Покажем, как мужчина под видом покупателя сбежал с драгоценным браслетом из ювелирного магазина. Мужчина неоднократно судим за совершение имущественных преступлений. И когти пантеры, которые контрабандой пытались доставить в Казань. А также молодой человек, не получавший водительские права, второй раз подряд попался за рулем с признаками опьянения. Сотрудники принципиальные, я тоже принципиальный. И хроника дорожных происшествий. Снежок выколоть, перестраиваться начали, все у меня запретило. Все это в ближайшие 10 минут. Нож в область сердца воткнул 42-летний мужчина своей 47-летней сожительницы в квартире одного из домов на улице Бирюзовая в Казани. Медиков и полицию вызвала сестра нападавшего. Она была в гостях у пары и осталась ночевать. Женщину разбудил брат и сказал, что зарезал свою возлюбленную. Она не поверила, но своими глазами увидела рукоятку, торчащую из грудной клетки подруги своего брата. Мужчина угрожал и ей, требовал никому о произошедшем не сообщать. Но слушать его она не стала. Сестра подозреваемого не может прийти в себя. В воскресенье пришла в гости к 42-летнему брату и его 47-летней сожительнице. Они были уже не трезвы. Рассказывает, у мужчины были проблемы с алкоголем, дошло до увольнения с работы. Но в этот вечер все вместе выпили еще. Потом мужчина принял и запрещенные вещества. Сожительница говорит, ее брат живет 5 лет. Ругались они часто, доходило до рукоприкладства. Раз за разом скандалы становились все сильнее. Этим вечером также ссорились. Но в выяснение чужих отношений женщина не лезла. Ругались, ругались, она играли. А мне завтра на работу. Я говорю, я посплю, кто-то у вас на монеты и уйду. Ну, ладно, все, все. Все, все, победа. Вот он у нас будет. И вверх я говорю, завезу, говорит, Наташа. Говорит, сначала не поверила. Думала, злая шутка. Какой-то розыгрыш. Пока не увидела все своими глазами. Нож торчит в ней. Я думаю, в подушку сначала. Ну, прикол такой. Нет, подхожу. Оказывается, у меня она занимает сама. И зачем ты делаешь? У нее внутренние крючины. Потому что сюда уже не выходила. И не надо, почему ты так сделаешь? Ну, она говорит, не вызывай. Все нормально, все нормально. Не вызывай, не вызывай. Я думала, я как-то не знаю, ничего. Был в сердце. Она ей говорит, сердце не поверила. Ее брат также начал требовать никому о произошедшем не сообщать. Потом стал уже угрожать. И вот он говорит, я сяду, я сяду. Ну, значит, я не полезу, я не полезу, я не залезу. В том, что угрозы могут в любую секунду перерасти в действие, она не сомневалась. Пример был перед глазами. В скорую помощь и полицию звонила, закрывшись в туалете. В отдел полиции Юдина поступило сообщение о том, что в одной из квартир по улице Бирюзовая женщине требуется помощь. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Установлено, что между мужчиной и женщиной возник конфликт, который перерос в потасовку. В результате чего мужчина нанес женщине ножевое ранение в область груди. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. 42-летний нападавший был задержан и доставлен в отдел полиции. За жизнь раненой сейчас борются медики, а полицейские по факту случившегося проводят проверку. По результатам которой будет ясно, как квалифицировать действия мужчины. И будет принято соответствующее процессуальное решение. Олег Ирудинова, Дарья Кореева, вызов 112. 32-летнего мужчину подозревают в ограблении ювелирного магазина в Казани. В полицию обратились владельцы торговой точки. Они сообщили, что неизвестный мужчина притворился покупателем и попросил продавца показать ему золотой браслет. Ничего не подозревая, женщина наблюдала за тем, как он рассматривает драгоценность. Но позже поняла, что платить за него он не собирался. Мужчина, улучив удобный момент, просто убежал вместе с изделием. Ущерб руководители магазина оценили в 25 тысяч рублей. Правоохранители опросили свидетелей, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность предполагаемого злоумышленника. Мужчина неоднократно судим за совершение имущественных преступлений. Свою вину он признал полностью, рассказал, что похищенное сдал ломбард. Возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Когти и клыки пантеры пытался провести житель Татарстана из Арабских Эмиратов в Казань. Он поместил 177 когтей и 6 клыков в тайник чемодана. Но скрыть незаконный груз у него не получилось. Рыночная стоимость запрещенного составила порядка полутора миллиона рублей. Таможенной декларации у мужчины при себе не было, и поэтому груз изъяли в доход государства. А на мужчину возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда». 20-летнего водителя «Мерседеса» с признаками наркотического опьянения остановили автоинспекторы на улице Габишева в Казани. Водительских прав молодой человек предъявить не смог. Он их просто не получал. И именно это, как считал его спасение от уголовного дела. За рулем его уже останавливали. И от медицинского освидетельствования он уже отказывался в августе этого года. Но в процессе оформления понял, что отсутствие водительского удостоверения и отказа от медицинского освидетельствования не преграда для уголовной ответственности. Хочу передать привет. Он был весел и бодр. Честно признался, что водительских прав у него нет. Дальше оформляют без прав. Где права? Нет прав. Не получал. Говорит, пока не задумывался, чтобы их получить. Ездить за рулем. Отсутствие документа ему не мешает. Не сложно. Просто нет. Не знаю, почему. Не доходил до этого. Его остановили за рулем Мерседеса на улице Габишева. Помимо отсутствия водительского удостоверения, у автоинспекторов были вопросы и к состоянию молодого человека. Они усмотрели у него признаки опьянения. При этом сам водитель уверял, он трезв и перед поездкой не пил. Я не трезв. При этом от медицинского освидетельствования он отказался. Почему, объяснить не смог. Просто не хочу. Я все уверен. Если скрывать нечего. Так мне нечего скрывать. Вот просто смотрите. Продумывает. От меня воняет? Ну так если скрывать нечего, почему не продумывает? Продумывает и не оформляет. Просто не хочу принципиального. Сотрудники принципиальные, я тоже принципиальный. Такой же принципиальный он был и в августе, когда его также остановили за рулем с признаками опьянения. От медицинского освидетельствования тогда он тоже отказался, за что и был подвергнут административному наказанию. Теперь ответственность будет уже уголовной. Но понял он это только в процессе оформления. Ты ничего не привозите, домой пойдут. Нормальница. Молодого человека доставили в отдел полиции. За повторное вождение с признаками опьянения статья предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Рамиль Шайдулин, Дарья Кореева. Вызов 112. Второй пешеход, сбитый 18-летним водителем арендованного автомобиля на проспекте Амирхана в Казани, скончался в больнице. Печальную весть сообщили врачи в минувшую субботу. Напомним, 14 декабря молодой человек, получивший права месяц назад, управляя каршеринговым Volkswagen Polo, проехал на красный свет, сбил двух братьев. Одному было 18 лет, другому 21 год. Они переходили дорогу по всем правилам. Их обоих в тяжелом состоянии госпитализировали. 18-летний скончался в реанимации через 4 часа после ДТП. За жизнь 21-летнего боролись чуть больше недели, но спасти его так и не смогли. А в Нижнекамске в результате ДТП погиб 50-летний пассажир Infiniti. Как установили автоинспекторы, водитель иномарки на высокой скорости врезался в стоящий у обочины грузовик. Водитель автомашины Infiniti, по предварительным данным, двигался по улице Семьбике, со стороны улицы Шуман, в сторону проспекта Мира. Не учел скоростной режим расположения правейшей части, совершил наезд на стоящий грузовой транспорт. В результате чего пассажир данного транспортного средства скончался. Состояние дороги вместе с погодными условиями стали, по мнению водителя Рено Логана, основными причинами того, что на третьей транспортной дамбе он не справился с управлением. Автомобиль выбросило на трамвайные пути, иномарка снесла забор, разделяющий направление движения. Скорость, рассказывает молодой человек, он не превышал, поэтому сам пострадал разве что только морально и материально. От физических травм его спасли ремни безопасности. Снежок выколоть, перестраиваться начали, все у меня закрутило. Просто меня разведнуло. Все в троллейбусе проехали. Я считаю, что ребята помогли, тачку выколоть себя. Это все, о чем успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 5050 или на мобильный 898 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.